Илья и Маша, эти дни мы будем по очереди, наверное, гоняться и представлять наших участников. Да, сегодня у нас в гостях Михаил Юрьевич Угаров. Вот он, собственно говоря, сам. Спасибо. Мы должны представить, что это перечисление регалий займет довольно долгое время. Режиссер, обладатель золотых масок, реформатор нашей драматургической ситуации в стране, один из основателей фестиваля Любимовка, художественный руководитель театра ДОК и так далее, и так далее. Вот его мастер-класс, да, собственно говоря? Да. Я вам больше не могу. Да. Здравствуйте. Ну, все Миша сказал. Можно расходиться. Я хотел поговорить вот о чем. И, как вы видели, у меня вот этот вот мастер-класс называется «Ловушка Уильямса». Значит, что имеется в виду? Всего-навсего цитата Теннесси Уильямса, который писал, причем вскользь, он же важные вещи вообще вскользь проговаривал, которые, в общем, иногда сейчас читаешь и понимаешь, что они центральные. Он написал, что пьеса всего лишь ловушка для некоторой доли жизненной правды. Вот это очень сильно меня задело. Поскольку, ну, я профессионально занимаюсь драматургией много лет, то здесь задело и заинтересовало, что, как он ставит вопрос. Смотрите, как он ставит. Это очень категоричное высказывание. С указанием цели, с упором на технологию. То есть, пьеса – ловушка. Ловушка, не вот что там у охотников есть. Силки, волчьи ямы, дофига всего. Знаете, да? Моя любимая книга Аксаков о разных охотах. Просто релакс полный, особенно, когда ты в депрессии, Аксаков идет как родной про охоту. Вот там это все описано. И выясняется, что это наша профессия. Как строить ловушки, как плести мелод, мелкие, крупные, что ты хочешь поймать, от этого зависит. А вот уже самоцельность творчества, да, я вот самовыявляюсь, вот это, слава богу, уходит на второй план. Вот, и делается очень интересно тогда. Значит, некоторая доля жизненной правды. Тут надо сказать, что это вообще очень сомнительная вещь, жизненная правда. Вы все сами прекрасно понимаете. Тут фишка заключается в том, что термин есть, а самого понятия нет. То есть, что такое жизненная правда? Попробуйте сформулировать. Это невозможно. Во-первых, она субъективна. То, что для меня правда, для вас может быть неправда. Во-вторых, идёт время. Время очень изменяет вот эту вот жизненную правду. Выносит на поверхность разные вещи. И тут, конечно, нужно быть каким-то образом, чутьём, следить, что на самом... Чувствовать даже, не следить. Посмотрите, как... Это показатель, как меняется языковая ситуация. Вот в русском разговорном. Послушайте на улице, что говорят. И кто-то очень хорошо сформулировал, что ценность драматургии, что это единственный жанр литературы, который немедленно реагирует на изменения речевой ситуации. Проза позже. У поэзии вообще чуть свой язык. Понимаете, да? А драматургии немедленно ловят. Почему пьесы не должны... Я привела тяжёлую артиллерию. Приходите. Дима, давайте. Простите. Часть. Да, так задумывалось. Вот я сбился. Жизненное право не было явно. Поэзия больше других человек. Язык. Да, язык. Язык. Почему на самом деле смешно, когда молодой автор хочет писать пьесу на века? Ну, не бывает пьесы на века. Во всяком случае, не мы это решаем. Не авторы. У Шекспира это не он решил. Это так сложилось. У Мольера, у Островского. Посмотрите, сколько прекрасных пьес предыдущих десятилетий. Они не идут вообще. И, собственно говоря, да и правильно. Потому что либо их надо всё впереди... Ну, понимаете, да? Пьеса – это вещь такая. Она должна быть здесь и сейчас. И это правильно. Потому что она связана с языковой ситуацией. Которая сегодня, здесь и сейчас... Так вот, чего же делать вообще с этой жизненной правдой? Каким образом её отлавливать? И вообще надо ли, собственно говоря, что за странное? Как будто я вот не живу, да? Я же тоже живу. У меня своя жизненная правда. Нафиг мне ещё вот ваша жизненная правда? Или людей каких-то, мифических, масс народов? А на самом деле выясняется, что здесь вообще самое главное для драматурга... Да не только. Вообще драматург, режиссёр, актёр, сценарист... Вот тут важно понять, что у нас одна профессия. Она не делится ни на какие специфики. Наша профессия – складывание истории. История с началом, серединой и концом. Этим занят автор. Этим занят режиссёр своими средствами. Актёр занят. Вплоть до, если у вас есть композитор в спектакле, он тем же самым занят. Понимаете? Сценограф тем же самым. Складывать историю – это основа. А специфика, инструментарий у каждого свой, естественно. Вот. Но выясняются на самом деле очень интересные вещи. Огромное количество в жизни то, что называется слепое пятно. То, чего мы не видим. И что проходит мимо. Да? Вот как раз Дмитрий Данилов. У него прекрасная пьеса «Человек из Подольска», где вот немножко это слепое пятно описано. Вот мы с актёром не очень веселились над ним. Когда он публикует фотографию, электричка из окна, какие-то пути, провода, всё серое, хмурое. А Дима пишет «Красиво». Точка. Понимаете? То есть, блин, он видит, а мы хохочем. Какое там красиво. Да? А там действительно, там есть вот эта вот тугая красота. Так вот это слепое пятно. Это очень интересная вещь. Для людей нашей профессии, вот всех профессий, которые занимаются творчеством, она... Это стратегия зрения. Да? Главный вопрос для художника – на что я смотрю? Куда? Да? Вот как у оператора, кемиоператора. Куда камера? Камера сюда, либо камера сюда. Либо сюда. Куда? Вот это и есть наша стратегия. Только мы, ну, вот глазами это делаем. На что смотрим? И здесь куча проблем и трудностей возникает, которые мы не обращаем внимания. Но если вдумываться, мне очень нравится история, очень старая, из учебников история театра про Станиславского. и молодой режиссер Горчаков, который работал с ним ассистентом и пытался стать режиссером. И они шли по бульвару Боголевскому. Он говорит, я все-таки не понимаю, Константин Сергеевич, как мне понять, я режиссер или я не режиссер? Кто-то ему говорит, давайте сядем на лавку, посмотрите вокруг и расскажите мне, что вы видите. Ну и дальше вы уже поняли, да? Горчаков рассказывал минут семь, а Станиславский рассказывал минут сорок. Понимаете? Вот разность. Вот взгляд профессиональный, взгляд режиссера. Не потому, что больше событий происходило в то время, когда смотрел Станиславский, а просто, ну, по другой причине. Вот тут то же самое и с нами происходит. И вот как разрабатывать вот эту стратегию, которая очень важна для драматурга, когда ты пьесу пишешь? Значит, тут хитрая такая штука есть. Что мы видим, а что не видим? Вот слепое пятно или зрение. Значит, тоже очень я люблю концептуальную вещь. Это Маршак. Английские народные песенки детские в переводе Маршака. У него есть концептуальная штука. Да просто гениально. Про кошку. Вы ее наверняка все знаете. Значит, где-то была сегодня киска у королевы у английской. что-то видала при дворе, видала мышку на говре. Ну, это концептуальная история. Понимаете? это сраная кошка. Ее позвали ко двору. И что она видит? Вы представьте? А там можно много было чего посмотреть. А у нее мышка. Вот на самом деле вот мы так и к сожалению тоже так живем. Мышка. понимаете? То есть, во-первых, здесь интересно, тут же очень важно ожидание кошки. Кошка пошла, значит, ко двору. Ее ожидание. Есть ли там мыши? Да? У кошки вопрос. Есть ли там, я не знаю, сметана? ее вопрос. Приходит, блин, не сметаны, зато мышка есть. Все. Вот это вот ожидание, посмотрите, как зрители, я вот люблю спектакли смотреть, и чужие, и, а когда свои, то ты вообще на сцену ты уже не смотришь, а что ты там все знаешь? Ты смотришь зал. Вот это очень интересно. как люди, каждый приходит со своим ожиданием. И как ожидание не совпадает, и как оно совпадает. Или самое трудное, самое героическое, когда себе человек говорит позицию ноль. Понимаете, да? Я отказываюсь от ожиданий, что увижу, то увижу. Это я потом расскажу про позицию ноль. очень важный термин в театре док. Мы им пользуемся постоянно. Это трудно, но очень важно. Вот. Вот это про мышку, значит. Еще очень интересная вещь. она тоже наше восприятие. Оно зависит от культурных кодов, которые нам на уши лапшу навешали. Родители, школа, институт, педагоги, они же все вешали лапши, просто ты отряхивать не успеваешь. Она висит. И вот здесь очень интересно есть цитата Уэльда, которая вот точная для меня. Она такая. Люди видят туманы не потому, что они существуют, а потому, что поэты и живописцы показали им таинственную прелесть подобных эффектов. Понимаете, да? То есть задом наберет логика. И на самом деле это правда. Вот так и воспринимается. И посмотрите, что вокруг делается. Вот восприятие людей, когда ты с ними а вот вербатим, мы же разговариваем совершенно. Вот поймал человек на улице и вот ля-ля-ля-ля-ля-ля. Абсолютно. совершенно простые люди с улицы. Там просто, мама дорогая, клише на клише. У самого начитанного паренька нет столько клише в голове и цитат, и высказываний, сколько у простого человека с улицы. там и строчки из советских песен, цитаты из советских фильмов. Там набор мощный просто происходит. Вот. И это, конечно, но влияет. Это бог с ним, но это немножко мир закрывает. Понимаете, вот эти вот культурный код, который... Культура, конечно, важная вещь, но иногда ты приходишь в ярость, как кто? Геббетс, который за пистолет хотел хвататься. Это фраза ему приписывается. Это из пьесы фразы. Более ранней. Ну, в общем, я тоже. Иногда хочется... Да, так вот, где мой маузер? Слишком культурная девушка, пора сострелить. Ни одного человеческого слова, только вот бла-бла-бла. Причем не ее, а вот это вот. Вот. И не посмотрите, они же там любовь, ну, вот как с ними, когда разговариваешь, вот, бербатями, на улице, любовь обязательно там из песен, строчка из песни. А меня поражает, что все песни про любовь. Блин, мир такой огромный, чего, только любовь существует, что ли, на свете. Посмотрите, они только воют про это. Значит, разруливают ситуации все по калькам сериальным практически. Так? С тобой случилась ситуация, и ты примерно знаешь, как себя вести, потому что в каком-то сериале вот это интересная вещь, когда вот это идет навязывание. Здесь, конечно, очень важно нам хотя бы взять это и вот стряхивать с глаз, с ушей и пытаться смотреть реально. Вот тоже очень хорошее. я не буду вас мучить цитатами, поскольку я, вы уже поняли, что я терпеть не могу людей, которые что-то цитируют. знаете, в фейсбуке. Мудрым, а народ еще очень любит покупать высказывания вильских. И у них в метро смотришь, у нее закладочки, карандаши там, а там фигня типа экзюперий. Ну, что-то такое. монтейн без конца мусуль. Я не знаю, жвачка. Значит, вот, ничего страшного, война и мир. Да? Смотрите, это имеет отношение к нашей профессии, о чем я говорю. Ростов начал рассказывать, как рассказывать во время рассказа все более и более одушевляясь. Он рассказывал так, каким хотелось бы, чтоб оно это было. Так, как они слыхали от других рассказчиков. Так, как красиво было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Незаметно и невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. не мог он им рассказать так просто, что поехали они все рысью. Он упал с лошади, свихнул руку, изо всех сил побежал в лес от французов. Для того, чтоб рассказать все это было, надо было сделать усилие над собой, чтоб рассказать только то, что было. рассказывать правду очень трудно. Пишет Толстой. Все, лекцию можно не читать, просто цитату зачитать, вот оно все и есть. И, к сожалению, вот, я еще хотел потом, если будет время, поговорить на тему, очень для меня волнующей, почему больше невозможно работать драматургией. Не, у меня серьезное обоснование. Смотрите, вот уже драматургии две тысячи лет. Да, Аня? Театроведы? Больше. Больше. И скили уже закат начался драматургии. Больше. Греческая значит, сценаристика недавно, но очень бурно развивается. Наработана уже такая комбинаторика ситуации, что уже становится как-то не крутись, ты все равно попадешь в то, что было, было, было. Понимаете? А так не хочется. Хочется иначе. но от нас-то требует так. В театре во всяком случае не требует, ну, я не знаю, другие, в театре док. Но в сериалах, посмотрите, вот кто работал на сериалах, а я работал, бедный, деньги нужны были. В говносериалах. Там, наоборот, все построено как раз на этом, чтобы повторить комбинаторику. Принцип такой. Сидит тетя Валя у телевизора, смотрит и говорит, что это, не понимаю. А потом вдруг тетя Валя говорит, ну, я так и знала. все это специально делается. Тетя Валя довольна сериалом, понимаете, хороший сериал, потому что я так и знала. Это как бы вот идет такое, это специально, намеренно. И мы работали, а нас всех выгнали приличных, которые и так Максима Курочкина выгнали, меня выгнали за профнепригодность. Понимаете, потому что мы иначе пытались писать, ну и получили выгон. Так вот, что делать в этой ситуации? Тут вот это стратегия зрения, куда смотреть, куда мой то, что зум у фотиков, куда он направлен, где у меня крупный план, а где общиком я могу смотреть. Я человек без камеры, глазом. Вот как управлять этой простой техникой? вот это очень важная вещь. Но доказательство слепого пятна, то, что я вам говорю, чего мы не видим, это очень простое. Все помнят клавиатуру компьютера, а если ты переходишь на латиницу, ты перестаешь видеть русские буквы. Обращали внимание, да? потом нужно маленькое усилие совершить над собой, чтобы на русский перейти, и ты перестаешь видеть латиницу. Все, она в зоне слепого пятна. Вот так на самом деле по этому принципу происходит в жизни все. Вот. значит, что на самом деле что мы не видим и что с этим делать и как это увидеть. Люди с улицы это такое определение есть. Либо на репетиции когда мы с актерами репетируем, то есть актеры и есть эти там за окном. называется так вот или люди с улицы они не видят то, что они видят каждый день то, что им не очень нравится ну знаете все эти зрительские тетки любят говорить что ой да зачем вы это все такое это ж каждый день видишь надоело уже это же классическая песня тетки называется каждый день нихрена не видит врет потому что она уже отключила это нафиг не видит а там интересное происходит ну вот ладно там происходят интересные вещи значит и что вообще с этим делать здесь очень нам мешает как я понял для себя наличие цели понимаете вот когда ты выходишь из дома это то что человек из Подольска да поди прогуляйся по городу никуда не торопись вот я по себе знаю ты выходишь из дома у тебя цель я иду в театр да я иду до метро как правило я иду впритык все отсекаю потому что вот моя цель да потом от метро я иду в театр все отсекаю цель а если отменить цель вот это очень интересный опыт такой очень странный вот выйти из дома и совершенно не понимать отменить цель не понимать куда да вот пришел на перекресток захотел налево захотел направо не мотивировано вот начинаются очень интересные вещи а все же с целью все же горожане да и сельские жители между прочим тоже все с целью идут вот что когда что касается жизни города то это конечно я пробовал это очень интересная вещь пробовал в основном незнакомых городах особенно где-нибудь в Европе там знаете можно карту взять с собой и двигаться по карте тоже наметить куда я хочу попасть и строго по карте а вот очень интересно не брать карту или не вынимать из сумки я вам скажу что вот я выходил каждый раз выходил туда куда я хотел чутье да там вот центральный собор этого города мне его интересно посмотреть памятник архитектуры черти какого года все равно ты идешь ты понимаешь что а эта улица вот такая очевидно она главная или вот рядом главное выходишь но когда ты идешь ты очень много видишь я про людей потом поговорю я сейчас говорю вот здание архитектура город атмосфера очень много видишь потому что ты себе отрубил локацию вот эту вот это всем советую это интереснейший опыт над собой надо иметь немножко свободного времени терпения нервов вот так выйти и погулять и смотрите на самом деле это же было очень как бы в тренде когда-то да ну например в россии в городах была такая категория людей которые назывались зеваки вот они ходили по городу с тросточкой зеваки и смотрели туда сюда да значит ну флонеры то же самое они фланировали и все это видели дальше произошла страшная штука что их убило флонеров изи бак а нет ксюша их убили витрины магазинов развитие шопинга понимаете потому что ну магазины были в общем ты всегда ну это было какой-то там написано мясная лавка еще чем а когда стал развиваться вот это оформление витрины бегущие огни вот это на себе проверял хочешь гулять по городу смотреть город и вот хочешь не хочешь переходишь на шопинг понимаете вот на секундочку я зайду интересно что в результате прихожу в отель с пакетами вот так погулял называется вот и тут один метод это терроризм просто отмена цели это экстремизм я считаю нашего времени и надо быть экстремистом отменить цель тогда очень многое открывается вот еще очень важно что видеть да ну видеть ведь для чего ты например пьесу пишешь и вот то что я говорил что комбинаторика то наработана а ты же читаешь драматургию и классическую и со временем своих вот товарищей ты читаешь это же и трудно трудно потому что поле то заезженное на самом деле все комбинации они известны что тут можно делать можно единственное я не знаю наверное менять мотивации в комбинации да менять то что Лермонтов писал про Печорина что вернее Печорин в журнале он писал что в печальном видеть смешное а в в смешном видеть печальное это кстати мысль хорошая это еще Гоголь говорил что когда долго засмотришь что оно смешное поневоле становится ужасно грустно и это правда вот попробуйте посмотреть что-нибудь смешное а что-то телевизионное где вы знаете шутят прямо вот шутят плакать начнешь от горя вот то есть наверно мотивацию менять хотя я и говорю что я не знаю как работать друг другие потом объясню почему у меня такой кризис возник и тупиковость и нет решения хотя есть решение но трудно трудно вот значит что-то я еще хотел а вот значит вот это важное понятие как 0 позиция когда-то выработанная в театре ток на заре нашего существования там вообще был интересный период это был абсолютно анархистский анархистской организации на трехплюнном где собрались люди никому не нужные никому не нужные режиссеры драматурги актеры но потом оказалось что прошло время и они до смерти всем нужны все стали известными типа Вани Вырыпаева ну и прочих людей и там интересно они еще режиссеры же кто не знает у них был манифест театра выработан очень интересный в этом манифесте был список запретов как в любой догме естественно в театре запрещалась музыка в театре запрещались декорации запрещался сценический костюм в чем ты пришел на спектакль в том ты играешь ну и вот таких много много интересных запретов и в общем это хорошо им следовать потому что уж если ты музыку запустил так уж это очень мотивировано и очень обоснованно а не просто для того чтобы ну в спектакле же музыка то должна быть а то что за спектакль то есть весь манифест он как раз призывал к осознанности творчества как без декорации существуют эстетику разрабатывалась эстетика бедности эстетика не потому что денег нет а потому что это эстетика мне интересно как раз искать потому что вот сейчас я смотрю много спектаклей по москве и это конечно горе возникает у меня потому что затраты на спектакль технические организационные в три раза больше чем содержание спектакля понимаете а на самом деле идеально то другое контент должен быть огромный а это минимальное тогда это здорово тогда это уважуха какая-то возникает к театру к режиссеру к актерам но как правило это это наоборот вот так вот позицию 0 значит это не выносить суждения очень трудно смотрите не иметь мнения вот это практически невозможно посмотрите в нашей стране все имеют мнение все просто вот кого не спроси причем довольно радикальное мнение а вот это очень интересно сказать вот я помню одному журналисту давно было еще не было так они меня они меня еще не знали что-то меня спросили я говорю у меня нет мнения причем это звучало не как типа без комментариев знаете как они любят чиновники а искренне у меня нет мнения поэтому она растерялась как ну вот так слушайте ну это декларация прав человека я имею право не иметь мнения и чего здесь такого это трудно да это почти такая буддистская практика ну потому что все равно же ты имеешь но все время пытаться и это очень интересно с актерами работать в этой системе да когда они играют не вынося суждения по поводу персонажа не дополняют не комментируют а вот вот так он такой все факт для режиссера очень интересно ставить такой спектакль вот видите все сами то есть смотрите мне неинтересно передавать в зал вот что самое интересное вот пускай у вас будет мнение не у нас вы скажете а это про это это про это это про это это будет очень много мнения это вот то что я очень люблю и это идеал называется театр в голове на самом деле потому что это самый лучший театр на свете это у тебя в голове и вы вы же знаете что самый хороший спектакль это ты его посмотрел он кончился да но он не кончился ты идешь домой а он у тебя идет в голове ты приходишь домой сидишь на кухне пьешь чай а у тебя идет ложишься спать идет утром просыпаешься понимаете да вот этот вот все это вот показатели это не то что занавес закрылся а ну все пошли домой поговорим о другом это плохой тогда театр значит Миша кто-то следит за временем а ну вы если что отмашку давайте что у меня смотрите у меня нет я же не лектор я практик у меня нет какого-то плана хотя что-то тут набросано записано но довольно хаотично все так вот почему еще позиция ноль потому что самый ужас это оценка вынесение оценки да вот вы считаете я буду вам оценку выносить нормально это же вот так вот интересно воздержаться от оценки вот это к позиции ноль я говорю что то это это вот известная история очень смешная была по-моему с бодлером он пришел в зеленой шляпе на какую-то тусовку это не теперешние времена тогда это было просто все чуть в обморок но это викторианство блин у нас тут и просто все взгляды на него там очень интересная история если ее разбирать что такое зеленая шляпа это манифестация это означает смотрите на мою зеленую шляпу но не на меня понимаете вот это очень интересно он практиковал такие вещи как бы вот и таких вещей много но сейчас мы уже к ним не удивляемся привыкли а много же людей с килограмм в этих ушах штук это уже привычное это уже так не работает как работала зеленая шляпа но это как раз убирать он убирал оценку на самом деле и это интересно вот значит позиция 0 она еще очень гуманитарная благородная потому что что значит позиция 0 это отказаться судить человека отказаться от зверинца знаете такое бывает такие спектакли такие фильмы документальные художественные где прямо блин как зверинца побывал людей прямо вот так показывают какие-то там самые самые черти какой человек он себя не ощущает человеком зверинца он нормально он живет там он я не знаю бомж пьяница кто угодно он нормально живет у него своя сложная жизнь не менее драматичная чем моя а я на него смотрю и типа ооо классный экземпляр вот это конечно запретно и в этом какая-то подлость есть поэтому вот позиция 0 это заменяет конечно защищает вот вот это хождение по городу не обязательно же это пример ходить по городу например мы со студентами очень много практиковались в метро вот пожалуйста люди рассматривать людей я сейчас упаду он ездит но я предупредил что я упаду метро рассматривать людей там просто вот так время проводит я обожаю метро вот за счет этого ну во-первых переключение очень вот у тебя репетиции спектакли если ты взял машину поехал ты все равно приезжаешь домой еще вот этот возбужденный а метро как-то оно так вот раз и вышло на своей станции и уже так уйдешь потом смотреть там очень интерес драматургия мощная в глазах в несовпадении самое интересное конфликтные несовпадающие детали женщина одна сумочка у нее другая парень один в кроссовке это не его кроссовки руки это отдельное я потом расскажу руки рассматривать это любимое а еще какой-то перстень там ну и много вещей которые ты не успеваешь этим заняться следующая стадия то что мы со студентами пробовали это смотреть в глаза людям вот это очень интересно это экстремально потому что ну вы знаете что глаза это самый опасный орган у человека не кулаки ничего подобное а глаза и в метро есть несколько секунд дозволенных которые ты можешь а потом тебе нужно либо она отведет либо ты а вот интересно не считаться с этим очень интересно и происходит причем да идти дальше я вот пробовал и советовал студенты тоже пробовали смотрите можно в глаза смотреть вот как поезд вот я смотрю только не не гляделки которые мы в детстве играли да кто кого пересмотрит нету это бесполея потому что напряг вот такой зажим я ничего не вижу и только опять цели задачи нет расслабленно так вот можно вот давить туда а еще интереснее смотреть пуская это вообще сильное ощущение чуть не эротическое понимаете оно такое ну ладно не буду про метро там можно учились чуть не год в метро все там подойти человека взять за руку потрогать незнакомого человека за лицо ну и много все зачем заканчивались а чем заканчивались такие вот картинные хорошо травы не было так миша ведь смотря как как я подойду к вам с какими глазами что я спускаю а я же уже свою задачу мне важно чтобы вы меня впустили впускают впускают и очень надо сказать очень с готовностью и радостью еще потом идут за тобой нет правда потому что людям не хватает катастрофически не хватает вот тактильных ощущений там короткого контакта не хватает потому что все так вот понимаете да никого нельзя взять за руку просто так не важно мужчина женщина заплевать вот короче говоря вот улица метро это очень интересно потому что был такой классик театровидения павел марков который очень хорошо говорил молодым критикам критик должен шляться вот это я могу повторить драматургом режиссерам они должны шляться они должны ввязываться в сюжет не надо понимаете избегать в стороне оставаться потому что ты не знаешь что это как я не знаю веселая девушка которая должна отдаваться всем потому что она не знает где ее ждет подарок подарок в смысле вот мужчина который так и тут это очень интересно и проверено на практике и мы разрабатывали мы разрабатывали такую штуку в драматургии как смс драма и фейсбук драма это очень интересный жанр потому что смс драма там же очень короткие реплики и они такие понимаете да там такой энергетика в реплике там надо коротко сказать да еще и попытаться эмоцию перейти вот вот и там разные пробовали и наконец когда я понял что они готовы я студенты я им сказал а теперь найдите в голове какого-нибудь своего знакомого и отправьте ему смс с текстом я тебя хочу значит они впали в панику в полную и стали говорить типа а если что как мы выкрутимся ну это были режиссеры мы вам отсылали а мы вам эту смс отсылали я это помню потому что вы трусы режиссерам я сказал ребята вы на той режиссеры вы выкрутитесь режиссер человек который управляет ситуацией управитесь управились открылась это вот только этот курс где даня они я после занятий до метро не дошел я получил шесть смс я тебя хочу это они так трусили что они педагогу отправляли как шутку а не конкретному человеку но некоторые отправили там фантастические были сведения жалко мы быстро на другую тему перешли один парень только у него пошла личная жизнь такая не одноразовая серьезная у остальных фантастические открывались вещи то есть они получили отказы причем отказы были ау просто какая-то девушка студентка очень эффектная такая какой-то ее домогался паренек просто ну не знаю как ну она его и отправила он молчал неделю а вы понимаете что молчание пауза это высказывание да это тоже текст молчание он молчал после этого написал знаешь мне нужно вот у меня диплом на носу мама болеет короче говоря паренек ее послал хотя домогался адски девушка была просто руина от нее осталась она не ожидала но это же здорово это другие результаты конечно здорово руина осталась не важно от героини у вас осталась руина и что это делает пьесу хуже вот короче говоря я к тому что надо себя бросать в сюжет это очень такая вещь интересная и ты не знаешь где что откуда где где подарок тебя ждет потому что конечно же заниматься творчеством это вещь такая подарочная да ты работаешь честно усердно долго а спектакль не получился по каким вот так звезды сложили говно какое-то вышло понимаете ну знаете да пьесу пишешь пишешь хрен просто а иногда раз и тебе с небес какой-то бабах подарок дается тут не угадаешь нельзя рассчитывать на успех я надеюсь это вы все знаете нельзя написать успешно это либо случится не от вас зависит это где-то не знаю решают другом месте либо не случится поэтому бросаться туда это единственный теперь ну вот я говорил про оценочность да вот это ужасно высокомерие автора когда он описывает сверху вот таким взглядом извне то есть задача ведь наша вовнутрь попасть к человеку а не извне вот смотреть и а когда извне я смотрю там есть такое отвратительное высокомерие типа я то и вот смотрите я вам хочу пока это забавно посмотрите на этих людей христианки тоже любить умеют ну и и прочая фигня вот потом смотрите языковая вещь с которой я начинал она очень важная а у нас можно еще чуть-чуть вопрос может быть ну у меня сколько есть ну наговорить или на вопрос ответ на все вместе на все вместе полчаса нормально можно меньше смотрите если меня не понесет языковая вещь вот то что я говорила что языковая ситуация меняется вот недавно в гостях был он у них мы такую антишколу делали и они начали Ксюша помнит они вдруг начались они все какие-то работают но она журналистка они какие-то менеджеры айтишники хрентишники они начали чего-то говорить что я сижу и ни слова не понимаю и я к этому отношусь как норме раньше я обеспокоился и начал потребовать перевод а тут ну не понимает язык разный думаю я понимаете бог с ним понимать терминологию новую да все эти хайпы не хайпы это фигня понимать психику почему человек так сказал вот что самое фантасти и это конечно гениальное мощное занятие у меня и вот у всех моих знакомых которые здесь и вообще драматурги подслушивать это великая вещь электрички улица кафе подслужка это мощно там конечно ты уходишь полностью обескураженный потому что ты себе не можешь объяснить психофизику фразу почему она вот там что-то как в это вскочить и там много разных вещей например очень очень удобно они по телефону разговаривают довольно громко значит это очень удобно для нас подслушивающих идет парень и говорит фразу фразу фукустом 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 вы так вот проходите и ты ловишь фразу и все а дальше тайна наступает один остаемся вот так с этим значит говорит фразу фраза она такая я тут между прочим женат в Долгопрудном вот понимаете я ушел о задачах во первых у меня как у режиссера и драматурга у меня куча вопросов прямо хоть догоняй парня почему между прочим потому что женат но это такое довольно центральное вещь почему он уточняет место жене да ну обычно там тебя спрашивают ты говоришь женат да ты же не говоришь женат в петушках а в Москве нет вот это самое гениальное вот эта тайна которая повисает между вами и ты ушел и все здесь наступает вот самое дорогое да моя творческая свобода мой волонтаризм авторский вот что хочу то и делаю с этой фразе а все он ушел он меня не поправит и таких у меня целая коллекция записана не буду вас мучить фантастических вещей стилистические необъяснимые вещи как девушка тоже по телефону она очень нервная чуть не заплаканная ее прямо вот так вот она кому-то говорила он что не понимает что я пиздец какая ранимая вот даже стилистически пиздец ранимая ну это здорово это сильно просто я вот как писать говорю вот так соединить ну и много я рассказываю вещи забавные смешные а много вещей более таких серьезных которые вот послушаешь короче говоря вот я подхожу к тому что возникает тайна и это здорово это главное ощущение если ко всему относиться с этим то вообще много и открывается и если вот когда мы говорим там какой жанр вам нравится ну вот нравится важный для меня важный жанр и это мистерия да мистерия не в классическом смысле не учебник истории театра а в том смысле что мистерия как ну история про тайну история про таинственные вещи которые невозможно трудно объяснить да вот то что сережа очень тупой абсолютно вот там есть эта вещь и тогда еще возникает очень важный вопрос технологии драматурга да и всех режиссера актера значит как у драматурга очень важный вопрос с чем я все время бьюсь я лично когда пишу как перевести в вербальные ощущенческие вещи особенно когда знаете смутное ощущение как это в слова загнать вот это полное мучение полное мучение потому что это не те вещи это знаете как сон рассказывают вы рассказываете кому-то сон а человек смотрит думает больной что ли а для тебя то это а нифига передать ты ему не можешь ну потому что ну это дурной тон сны рассказывать вы чего а для меня это прямо целое ощущение то же самое а перевод визуального это проще это вот с кеми режиссерами мы занимались это их профессия перевод визуального в вербальное причем не на уровне очевидности это за это убивать сразу а на уровне более сложным например очень интересная игра вообще драматургии учиться это такая цепочка игр на самом деле и очень веселые мы пробовали ну правда мы мало пробовали вот сейчас в антишколе ну например смотрите руки мощно говорящие вещи мощно причем их можно рассматривать бесконечно и выносить суждения про человека в метро очень часто руки не совпадают с лицом просто я вот рассказывал у меня в молодости была девушка которую я бросил на первой же встрече долгопрудном потому что я увидел ее руки я как-то до этого в лицо смотрел когда мы разгар а потом в каком-то кафе я увидел ручки все почему я помню что я не мог друзьям объяснить ни слова почему я ее я понял что нет категорически нет наверняка с этим сталкивались особенно здесь очень интересно особенно женщины они вот интересные вещи мы рассуждали с ними ну правда с режиссерами у нас была такая тема кто на чем женился кто на чем вышел замуж мужчины были скучны однообразные а женщины это фантастика одна вышла замуж за голос она подробно это рассказывала другая вышла замуж за руки понимаете парни смотрели на них вылупив глаза просто да и отвечали типа да че на регулярном сексе по залету на сиськах ну какие-то вот такие были ответы а у этих вот вот это интересно вербализировать не на уровне еще интереснее интереснее рук еще интереснее ноги ну вот ступни да причем смотрите там же хитро там принцип зеленой шляпы бодлера женщины они хитрые они начинают педикюр мастрячить это для того чтобы правду скрыть понимаете да мужики слава богу этого не делают и там можно читать и вот мы пытались читать и пытались описывать да но ни в коем случае не очевидность нельзя говорить что пальцы длинные нога большая ну за это очевидность какие-то другие вещи как правило не совпадает редко очень в моей практике совпало да да это его лицо да это его ноги как правило и в этом это очень здорово потому что объем человека создается как раз это вот это целая битва охота вот от чего я начинал охота это вербализация вот этих вещей визуального и ощущенческого особенно повторяю смутное ощущение что на самом деле самое интересное и есть ведь особенно в нашей жизни посмотрите что сейчас происходит на дворе посмотрите какой всплеск агрессии немотивированный я вот сам очень агрессивный стал в фейсбуке я прямо сдерживаю себе мне хочется не знаю что значит ловишь ловят вот люди из атмосферы вот это вот сгущение как как это сформулировать вот я сейчас очень коряво вам рассказываю понимаете наверняка это нужно ну как-то серьезно сформулировать вот потом еще очень мешает вот какая вещь я с ней встречаюсь очень часто и кстати говоря ну например на обсуждение в любимовке я прихожу ярость прямо в такую тихую я уже не рассказываю а то они нервничают знаете когда люди пришли вот пьеса молодого автора из города там такого-то так такая сякая в чем то удачная в чем-то глупая наивная но тут вот хорошие ну очень разная новая иначе встают вот люди на любимовке не только это везде и начинают говорить а вот помните у Кавки то что вот у нас Дима говорили да а вот мрожек да а Жижик а Жижик а кстати говоря Сорокин как писал вот слушайте хочется плюху дать честно оставьте в покое Кавку потому что это ничего не говорит если произнести слово Кавка ничего не говорит лучше постарайтесь сформулировать что это пусть коряво неумело пусть косноязычно но свое а вот эти все вещи да это такая замена такая типа читал образованный знаю понял что здесь показывают а здесь довольно трудно понять потому что я говорю они все очень вот такие пьесы довольно трудно там отделить хорошее от плохого что перевешивает куда вот что еще ну вот смотрите вот это жизненная правда и сейчас то что происходит вы видите вот эта война за реальность происходит у нас государство очень не любит реальности сегодняшние они очень любят наше прошлое очень любят воображаемое да вот при советской власти очень любили наше будущее а бедное настоящее оно всегда в обиде и мы-то как раз с вами обречены потому что мы работаем на этом поле да вот современные драматурги современные режиссеры если конечно ты можешь три сестры ставить всю свою жизнь по городам и весим ездить и в общем все будет миленько но вообще-то это опасная профессия и сейчас вот мы видим это да бедное как министерство культуры прямо уже всю морду об стенку себе разбило войне против реальности они же отрицают реальность был совершенно захватывающий батл значит когда помните фильм Звягинсова вышел левиафан там четко было да битва двух реальностей это уже был не Звягинцев и Мединский нет две реальности они прямо так бились друг об друга это очень интересно потому что я не говорю что у Звягинцева субъективное мнение да а какое еще естественно здесь уж не знаю какое мнение вот но очень важно это как-то отстаивать все-таки это поле потому что оно важное и сегодня решается вещей вот я говорю что я не понимаю что такое историческое пьеса я не понимаю история это сейчас понимаете вот сегодня суд Серебренников да вот Миша там был Дувников вот это история она мы это важно а вот это вот извините Куликовская битва это все хорошо но вот значит давайте еще какие-то вопросы если очень коротко про драматургию почему невозможно в ней работать не знаю как знаю значит смотрите даже вот записал себе доводы прервался диалог сегодня а диалог это центральная базовая как бы элемент драматургию он прервался а диалог он же на этом все исторические все дискуссионная пьеса 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 помните вот это историческое прения прения живота и смерти классика да то есть жизни и смерти на этом и начинался театр когда я тебе это а ты мне это вот театр начался хрен вместо этого посмотрите это очень тут в панику не надо впадать а надо просто изучать посмотрите что происходит даже вот в социальных сетях про диалог да новые понятия в другую мощно входит холивар вместо диалога и мы его даже пробовали со студентами да это очень интересная задача да я я протагонист я веду какой-то дискурс толкая его вперед твоя задача мы не холивар это мы не ищем истину а мы срёмся грубо говоря по поводу якобы ищем истину так я двигаю дискурс а ты его опрокидываешь причём опрокидываешь так что мне бы стало бессмысленно продолжать но я собираю силы и мы со студентами пробовать довольно трудная вещь но к сожалению вот сейчас так строится и как после этого вы говорите в другие работают как как если это все оборвалось значит то что вот эта классика наша любимая что весь мир театр хрен вам не театр посмотрите уже уже театр не здесь это уже мозгур суд это уже все 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 на свете я говорю это понятно они у нас все все инструменты забрали да жанр абсурда власти используют мощно постмодернизм у них цветет не у нас акционизм не у нас у них процветает то есть блин ну все все уже отняли и театр там происходит и чего мне делать я драматург вот дальше прервалась непрерывно бездействие посмотрите вот я говорю что я иногда не могу ответить сколько мне лет а и в каком году я живу нет серьезно я говорю себе что я Миша ты живешь 2017 году я это говорю и не верю понимаете потому что потому что происходит в стране я понимаю что это какой-то другой год что я гораздо снова я гораздо моложе и снова я куда-то попал где уже был то есть Молдава прервалась непрерывно здесь она заклицевалась понимаете в кольцо попала и еще неизвестно сколько витков нам предстоит конечно да наверное можно исхитриться и пьесу так писать такую кольцевую без без диалога с холиваром с кольцом времени дальше очень интересная вещь что совершенно погибла причинно-следственная связь на которой драматургия держалась в жизни она отсутствует это очень страшно осознать но к сожалению это так многие вещи происходят просто так понимаете без причины ну и так далее там много у меня записано претензии почему невозможно драматургом сегодня быть вы имеете ввиду какую-то классическую драматургию ведь можно без всего этого обойтись ну что нет правда миша ну зачем я буду писать классическую драматургию можно но последний тезис у меня на бумажке записан первый тезис был такой почему невозможно работать сегодня в драматургии а второй тезис почему важно сегодня оставаться драматургом а это вы уже сами знаете что ответить на этот вопрос давайте если у вас есть вопросы потому что я уже немножко устал у нас есть минут 5-10 на вопросы пожалуйста мне вопрос про представьтесь пожалуйста про навязывание Андрей Шатон а вы драматург? я немножко учился Михаил Юрьевич недавно вы говорили сегодня про навязывание а у меня вопрос возник а в чем разница между навязыванием и тем опытом который тезис или то что называется тезис может дать для вас есть разница между навязыванием и опытом есть ой большой ответ большой есть если коротко навязывание я имел ввиду когда вот очень хорошо разработанная версификация ситуации вход в ситуацию и выход они все разработаны театр в общем должен другим заниматься должен заниматься разрушением границ собственно говоря разрушением границ запретов тех вещей которые привычно кажется что здесь предел а на самом деле этот предел можно преодолевать ну если очень коротко говорить потому что здесь большой вообще вот то что трансгрессия называется вот этим театр занимается а трансгрессия меня учит свободе тому что мне сказали это невозможно это нельзя а я раз посмотрел и понял можно и сделаю на сцене же делают и я сделаю вот вот это интересно давайте дальше это большой вопрос я на него плохо ответил украина крапивина дровоток поскольку вы справедливо заметили что действительно сейчас реальность намного гротескнее чем может страшных снах даже приснится какому-то автору но описывать ее без какой-то дистанции и того самого остранения о котором Шкловский писал это тогда получается публицистика вот где брать ту самую дистанцию даже если ты описываешь этот абсурд реальности когда уже абсурд не является гротеск дистанции что делать куда деваться чтобы эта публицистику не превращалась Марина я вот ничего не понимаю не понимаю про дистанцию и больше мне кажется это стигня какая-то даже Шкловского какая-то нужна дистанция блин мне кажется что вот о чем я говорил попасть вовнутрь или смотреть снаружи мне интереснее попасть вовнутрь к человеку в ситуацию чем посмотреть снаружи а дистанция вот она меня немножко напрягает этим это какая-то литературовидение 20 века мне кажется морочилась этой дистанции мне кажется хватит еще вопросы друзья да пожалуйста не вижу отсюда кто дим Михаил Юрьевич актер как актеру не превращаться в драматурга ничего писать а зачем пусть пишет да это очень много времени тратится как перестать запоминать эти ситуации обратно просто вот я не знаю странный вопрос пусть пишет это очень хорошо потому что ну актер это это же не психофизический аппарат только который вот бам-бам-бау пусть пишет пусть ставит спектакли пусть находится вот то что называется кросс роуд да на перекрестке профессии всего пусть рисует лепит пишет музыку вот так это все работает на это работает да последний вопрос друзья потому что мы уже выбираемся меня зовут Саша я актриса из Берлина и я хотела спросить как ну вы наверное относитесь к немецкому театру не очень хорошо потому что там раздельная дистанция да вот и меня просто интересовало вот именно тот момент что вы говорили подходить к людям мне какой-то активный контакт налаживать я это пыталась сделать и Германия тут плохо работает там людей тронится еще гораздо гораздо больше да и даже если человек общаешься с ним уже разговариваешь и находишь им контакт вдруг хватишь его за руку и он и все сразу стеклини вот мне просто интересно как вы думаете вот в такой стране допустим плохой пожалуйста как Германия отлично стране если там возможно вывести на хороший уровень вот такой театр где все работает без дистанции вот если есть у человека такая мечта вот или это скорее вот не очень работает ну не знаю мне нравится немецкий театр я особо может быть я мы иначе слово дистанция понимаем можно безусловно можно вывести любого можно если мы в Ташкенте я организовывал мастер-класс там был в Ташкенте девушка решила когда я им сказал идите на улицу и потрогайте людей за лицо узбекам одна девушка пошла там стояла стайка ментов а узбекские менты этого это ну их боятся и она пришла и сказала парни хочу за лицо потрогать они так же дружились все то есть а там еще восток там тоже преграда уже восточная преграда возможно возможно очень интересные вещи вот то что мы делали в антишколе разное вот за лицо потрогать уши изучить у мужчин кадык очень интересный женщины не понимают зачем он нужен поэтому она там ну и вот такие вещи мужчины не понимают зачем он нужен ну у них то нет а я тоже не понимаю почему у них нет я попросил их перед перерывом после перерыва вымыть руки они вымыли руки я говорю теперь друг другу засуньте палец в рот а это очень интересная вещь это преодоление интимного пространства да у каждого же свое и мы же его держим мы не подпускаем вот это вот то что разбежкина называют зона змеи вот не подходи ближе а здесь когда нарушается и это было очень интересно и они это все сделали больше того я это сделал я обычно не делаю как педагог тут ко мне подходит парень и встает вот так и говорит ну я ему засунул палец в рот нет наоборот было он нагло подошел ко мне и засунул палец в рот ладно а потом условие было такое поменяться да я ему засунул палец в рот и вот здесь самое интересное почему-то вот здесь со мной шок произошел не когда мое пространство нарушили я это перенес а когда я нарушил чужое пространство я до сих пор не могу объяснить почему это более шоково и более страшно нарушить чужое но там действительно я прямо охранил как-то так да все спасибо 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 спасибо